Когда мой сын был маленьким, то он просил мне рассказывать сказки. А я, кроме как про мебель, ничегошеньки рассказать и не мог. Вот и стал сочинять свои сказки. Вот одна из них. В некотором царстве, в некотором государстве родились дверки от кухонного шкафчика на одной мебельной фабрике. И по воле судьбы попали они в город Серпухов. И встретили свою новую судьбу. Одна дверка в дверную петлю без доводчика. Он ее бьет. И от этого у нее синяки на заднем месте. А вторая дверка вышла замуж за петлю с доводчиком. Который всегда нежно обнимает и провожает ее. На работу и встречается работой. Работают они охранниками. Охраняют большую семью. Тарелок и чашек из знатного рода. Фарфорового сервиза. На шесть или, может быть, даже на двенадцать персон. Дверка с мужем петлей с доводчиком. Жили-нетужили. В радости и счастье. В радости и счастье. Тихо и мирно. И работы выполняли свою. Исправно. А дверка с мужем петлей без доводчика. Постоянно ругались. Скрипели. Громыхали. И ссорились. И вот однажды. Да-да. Однажды. Случилась беда. Из-за грохота и шума. Не уберегли они. И треснула одна чашка. И прям развалилась. Пополам. Арестовали тогда дебошира и хулигана. И дали ему за это пятнадцать суток ареста. Но пожалела дверка своего мужа. Петлю без доводчика. Написала жалостливое письмо. Боярду, Блюму и Хетиху. С просьбой о помощи. Приехали специалисты. Посмотрели на бедную дверку. И решили помочь. Поговорили с этим петлей хулиганом. И сжалились над ним. Поколдовали немножко. И реставрировали. И стала петля без доводчика. Петлей с доводчиком. Слава. Слава Боярду, Блюму и Хетиху. Спасли семью от развода. Чашку, конечно, не склеить. Забыть об этом можно. Все сделали свои выводы. И стала семья-дверь с реставрированной петлей. Жить счастливо в согласии. И чашки больше не бились. На этом сказочке конец. А кто дослушал, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова